Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю, дам какие-то свои комментарии на эту тему, и вы тоже можете написать свои комментарии здесь под видео. Если вам такие видео нравятся, вам это очень интересно, заставляет удовольствие, оставляйте тоже свои комментарии, пишите мне об этом, или просто можно написать комментарий для поддержки канала. Мне 30 лет, я замужем уже 10 лет, есть ребенок, с мужем давно живем как соседи, спим лет 6 в разных комнатах. В июне этого года я полетела первый раз отдыхать в Турцию с дочкой, родственниками, без мужа, он лететь не захотел. Очень давно я мечтала о море, ни о каких романтических даже отношениях и мыслей не было, естественно. Ехала я исключительно отдохнуть и свозить дочку на море. В отеле в первый же вечер стала замечать на себе взгляды отдыхающих там турецких мужчин, к слову сказать, очень симпатичных, ухоженных, мужественных, спортивного телосложения. Один даже подходил и несколько раз предпринимал попытки познакомиться, но я любезно отказывала. Мне, конечно, это очень польстило, было приятно получить столько внимания, но знакомиться ни с кем я не собиралась. Параллельно со всем этим в отеле мое внимание привлек один из работников отеля. Он был не совсем в моем, конечно, вкусе, худощавого телосложения, но очень обаятельно, очень сильно напоминал мне кого-то. Вот, я здесь остановлюсь, да? Подходили парни, даже с мужчиной знакомились, красивые, ухоженные, сами знаки внимания проявляют, неинтересно. Когда я увидела худощавого, щупленького и кого-то мне напоминающего, скажу секретик, напоминало вам кого-то из прошлой своей, скажем так, жизни, у кого была какая-то нереализованная, недоступная любовь, эмоция, вот это меня зацепило. То есть не вот этот образ худощавенький, щупленький сотрудник отеля, а вот я где-то не доиграла, не доработала когда-то в своей жизни эмоцию, или еще там что-то, не знаю, травму, возможно, с человеком, которого он мне напомнил. Так вот, в попытках его получше разглядеть и все-таки понять, кого он мне напоминает, я сама не заметила, как уже не могла оторвать от него взглядом. На следующий день начала везде искать его глазами и поняла, что я хочу видеть его постоянно, но так, чтобы он это не пропадал. Между нами летали такие искры, это была безумная страсть. Каждый день мы искали друг друга в отеле и не могли насмотреться, сердце вырывалось с груди. Я сама не знала, что я способна уже на такие чувства, в общем, влюбилась, как в 16-летняя девчонка. Это тоже вам сигнал и отсылочка на ваш возраст, в котором у вас были такие чувства, назовем тогда. Не просто мы говорим, как 16-летняя, я когда-то там в 15, 16, 17 лет, 18 переживала подобную, в той возрастной категории подзастряла. Или у меня тогда были самые яркие эмоции и чувства, то есть условно с мужем, с которым мы уже живем разными жизнями, как вы сказали, там, не любовь и непонятно что, какое-то соседство, с ним этих чувств нет. То есть мое самое яркое впечатление любовное было вот в том возрасте в 16, 17, 18 лет. Вот, понимаете, то есть муж это, оно проходящее здесь, а эмоция моя осталась там. Я больше скажу, даже муж, скорее всего, не смог у вас повторить ту эмоцию, которая была до него. Но вы за него замуж вышли, это был ваш как бы выбор. Вскоре он заметил мои взгляды, стал отвечать мне такими же, и с этого момента я пропала. Между нами летели искры, это была безумная страсть. Каждый день мы искали друг друга в отеле, не могли насмотреться, сердце вырывалось из груди. Я сама не знала, что я способна на такие чувства. В общем, любилась как 16-летняя девочка. Но он мне подходил, ведь ему нельзя, он сотрудник отеля, да и я всегда была не одна тоже. И вот когда до отъезда оставалось 2 дня, он написал мне ватсап, он взял мой номер на ресепшене. Я здесь остановлюсь. Очень многие все вот эти отельные романчики, у кого есть доступ к вашим там телефонам, и вы на самом деле, кто ему мешал 2 недели там ухаживать, да, то, что хотелось бы. Ну, я не зову прям Альфонс, но несерьезный, назовем так мужчину, я тебе скажу по-честному. Они всегда дотягивают, я вам об этом уже рассказывала, типичный этот отельный курортный ловелас. А они тянут до последнего, когда остается 2-3 дня, чтобы по-быстрому, под накалом эмоций получить доступ к телу, эмоции, что ему хочется. Потом вы уехали, ни за что нести ответственность не надо, дай бог, потом мы будем с ним общаться, переписываться, обещания какие-то будут. Ну, в общем, они все, у него было 2 недели, ну, округлим примерно, 10 дней, но дотерпел до конца. Это вот, девочки, вам всем говорю, это прям типичный почерк, сигнал таких мужчин несерьезных отельных, которым несерьезное надо, а вот безответственно назовем. Я не говорю о том, что потом отношения не могут перерасти в что-то серьезную, любовь, свадьбу и так далее, могут. Но если так начинается, для вас вот этот колокольчик, звоночек, флажочек, называйте как хотите, об этом стоит подумать. Он спросил, не хочу ли я познакомиться, и что я ему очень нравлюсь. Мой разум на тот момент давно был замутнен, и я согласилась. В этот же вечер он написал, что ждет меня около отеля, но выйти я уже не могла, так как было поздно, и я не могла найти предлога перед родственниками, чтобы выйти куда-то в такое время. Я сказала, что не могу, он все равно ждал меня почти 2 часа. Вот вы на этом акцент делаете, говорит о том, что вот это ожидание, типа его усилия некоторые, для вас это уже, то есть для вас что-то сделали? Или вас просто подождали, вы уже таете. Говорит о том, что в семейной где-то жизни вот этого недополучаете, внимание к себе такого, к своей персоне желания, возможно, некоторого. В итоге я дождалась, пока все уснут, и на свой страх и риск пошла к нему. К слову сказать, за 12 лет, кроме мужа, у меня не было ни одного мужчины. Мы стояли, общались через переводчик, потом он стал меня целовать, затем захотел большего, но как бы этого не хотела я, позволить себе секс с малоизвестным мужчиной я не могла. Поэтому вернулась в номер, видите, он подождал, я вот сразу на холодную, скажем так, безэмоциональную голову перекладываю, он подождал, он по-любому посмотрел, если ваш номер достал, посмотрел в регистрации, когда вам съезжать, осталось 2 дня. Он пришел, ну что сразу, по-любому, целоваться, сразу настаивал на интиме, что вы хотите, о какой вообще серьезности здесь можно говорить. Он мне писал до утра, как сильно он в меня влюбился, что он не настаивает ни на чем, просто хочет обнять, поцеловать меня в последний оставшийся вечер перед моим отъездом. Ничего не хочу, но обнять хочу, как-то странно, да, звучит. На следующий день я ни о чем другом думать не могла, только о предстоящей встрече, но в тот вечер встретиться нам не удалось, так как о точном времени встречи мы не договаривались, Wi-Fi у меня не ловил, а когда поймал, было уже поздно. По его словам, он был далеко за пределами отеля, не мог вернуться, многоточие. Он писал, что очень сожалеет, что я замечательная женщина, он влюбился, и мы будем общаться, созваниваться каждый день. На следующий день я улетела домой и написала ему сразу по прибытию, мне было очень плохо, меня просто выворачивало наизнанку, морально, физически, мне хотелось все бросить, сесть на самолет и вернуться обратно к нему. Мы стали общаться по переписке, иногда созванивались, признавались друг другу в чувствах, мечтали встретиться снова. Он обещал приехать ко мне зимой, говорил, что скоро я стану его женой. Конечно, я понимала, что все его слова нужно делить на 100, да и сама писала ему, будучи замужем вообще-то. Я подозревала, что ему нужна только сексуальная выгода, ну ничего подозревать, это все, и так вот даже понятно, интим и интимная переписка. Аккуратно намекнула ему на это, что в шутку спрашивала, много ли у него таких, как я, но он очень бежался, постоянно отвечал, что у него никого нет, что если бы он не влюбился, он бы не стал продолжать общение, ведь в отеле полно девушек, многоточие. Ну, честно скажу, без обид, там их полно, поэтому у него их тоже полно. Кому вы верите, к чему? Я вот его действия сразу разложила на вот эту стандартную схему. Я не говорю, что он альфонс, будет тянуть с вас деньги или еще что-то, но это просто типичный разводняк. Уже просто смотря мой канал, например, столько лет, вы уже могли понять, что они, у этих историй, каждая история так повторяется, что он дотерпел до последнего дня, трех дней до моего отлета, вот это-то-то-то-то. Потом он спросил, с кем я живу, я призналась, что у меня есть муж, но мы живем как соседи, и я собираюсь с ним разводиться, от него уходить. Он разозлился, что я не сказала ему об этом, но общение у наших продолжилось. Так мы общались примерно месяц каждый день, каждую ночь, но потом он стал холоднее, переписки стали все реже, а я уже не могла без него существовать. Ой, скажу такое слово, как вот подростково втюрились вы, конечно, вообще. Я писала, просила сказать честно, если он остыл или встретил другую девушку, сообщи мне об этом, что просто бы сказал, и я пойму, отстану от него, но он постоянно говорил, что это очень занят на работе и никогда меня не бросит. Потому что все вот эти безответственные чуваки, которые не способны на серьезные отношения, очень сильно боятся ответственности, быть плохими, поэтому они всегда расстаются через вашу проблему, говорят, что в тебе проблема, или ищут повод от вас на себя ответственность и вину за расставание, никогда не берут, не хотят брать, не хотят быть плохими. Это проблема их ментальная, назовем тогда, не могут они быть неидеальными, это их личная психологическая проблема. Между тем, общение потихоньку сходило на нет, в конце концов он перестал мне писать сам. А я не могла его отпустить, заставляла себя остыть, срывалась и писала сама. Раз в 3-4 недели, когда я писала, он всегда отвечал. Мы общались плотно несколько дней, обменивались фотографиями, сгорали от желаний и жалели, что не провели вместе последнюю ночь. А потом он снова пропал. Недавно после долгого молчания я снова написала ему, мы пообщались. Он опять спросил, живу ли я со своим мужем, счастлива ли я с ним, есть ли у нас секс. Я ответила, как есть, что секса у нас нет, я несчастлива, но еще живу в его доме. На следующий день он написал что-то типа, приезжай, я жду тебя, мы будем наслаждаться друг другом часами. После его заблокировал меня в WhatsApp и Instagram. Он напрямую, чувак пишет, приезжай, мы с тобой, какая тут любовь, часами любить друг друга будем. Очень, кстати, он особо даже ему врать-то там не приходится. Он использует типичные такие словечки для, скажем так, заманивания, если можно выразиться вас на уши, на которые женщины ведутся, красивые слова. Но особо не привирает там про семью, про родителей, там про всякие свадьбы, вот это вот все. А в целом мне, конечно, все понятно, что он попользовался этим общением, пока ему было интересно и исчез. Но зачем было именно блокировать меня, обрывать связь, ведь он знает, что у меня и к нему есть чувство, что я не могу забыть его и хочу приехать теперь уже со следующим летом, раз в этом сезоне уже не получилось приехать. Я хочу получить от него то, чего не получила в прошлый раз. Пусть даже все на этом и закончится многоточие. Ну почему он вас заблокирует? Что, наплевать? Я скажу, как есть. Ему наплевать. У него нет никаких чувств. У него вообще чувств нет. Он хотел чисто получить то, что на месте, короче говоря, можно было, вы не дали. Но ему тоже нравится быть классным, поиграть в любовь, почувствовать, что он кому-то типа нужен. Но это не искренне, не супер серьезно как-то. Это просто развлечение, have fun для проведения времени, чтобы чувствовать, что я не одинокий чувак. На самом деле он одинокий. И меня от этих девушек утверждается за счет всех, короче, женщин, которые у него бывают. Я не могу вернуться полноценно к нормальной жизни, каждый день думаю о нем. Уже не плачу, как раньше, но до сих пор он в моей голове. Его образ, его запах, я сгораю от желания, я хочу его любой ценой. Но после того, как он меня заблокировал, это теперь так унизительно ехать к нему. К не етьте. Тем более заблокировал. Значит, вас не ждут. Я не знаю, что мне делать и не могу понять его. Мне кажется, все прекрасно понятно. Когда с человеком не хотят общаться, они блокируют. И вы не могу отпустить ситуацию, ведь таких космических чувств я не испытывала в своей жизни. Вот он и ответ. Не он вам нужен, а космические чувства, которых у вас давным-давно не было. А были они в 16-17 лет. Видимо, первый и последний раз. Говорит о том, что вы замуж за кого выходили. С человеком, у которого космических чувств не было. Вопрос, зачем вы выходили замуж. Он вам какие-то потребности супруг закрывал. И сейчас вам не парень этот нужен, не эта лошадь него. Вам нужны эти космические чувства. Вот и все, что вам нужно. Космические чувства в вашем романе с ним. Это невротические чувства. Боль равно... Ну, там не любовь. Там боль наслаждения, боль равно секс. Вот в таком роде. С чем у вас, скажем так, в жизни с вашим супругом за все годы совместной жизни? Проблемы. Он вам таких эмоций и чувств не доставляет. Такого накала строительств. Очень стыдно в таком признаваться, но поделиться больше не с кем. Очень хочется услышать ваше мнение. Заранее благодарю. Когда я женщину спрашиваю, что от меня, в чем вопрос заключается, я не могу понять, зачем вы мне это написали. То есть, что я мнение-мнение. Мнение, просто мнение человека она мне написала. Я не знаю, как сформулировать вопрос к вам. Просто поделитесь вашим мнением на эту историю. Его поведение и мотивы. Слушайте, я людям в голову не залазю о его мотивах и поведении. Я вам что знала, рассказала. Я не ванга, на шаре не гадаю. Вам что надо интересно? Вы у него спрашиваете. Стоит ли искать с ним встречи, если нужно или нужно взять себя в руки и забыть? Стоит искать с ним встречи, страдать и умирать, если вы себя не цените, не любите и готовы, чтобы о вас вытирали ноги. Если у вас любви к себе никакой нет, то да, это все стоит делать. Потому что вам это все будет по кайфу, нормально, окей, проблем вы в этом не видите. То есть процесс вам нужен, так, невротику, например. Наслаждайтесь, пожалуйста. Вам никто не может сказать, стоит это или не стоит делать. Когда мы берем себя в руки и забываем, это когда мы эмоционально-морально выросли, самооценку подняли и поняли, что это, блин, вранье. Что, ну, чуваку надо было конкретные пары последних два дня, чтобы ни за что не нести потом ответственность. И вы бы уехали спихнуть как бы у вас побыстрее. Мне просто интересно, вот вы готовы, я понимаю, что это ради чувства и эмоций, вы со стороны на себя посмотрите, вы готовы потратить ценную сумму денег на путевку, на поездку, на билеты и так далее, чтобы поехать с чуваком переспать? Да вы потратите деньги у себя в городе на себя красивую, вот давайте вот по-честному, так, да, мнение же, меня просто как человек, вот я просто Галя, просто человек, да, просто как девушка вам рассказывали, можно меня уже женщиной, наверное, назвать. Короче, да что напрягаться, сопли вот эти махровые распускать? Вы эти денежки, если у него реально есть, вы это готовы потратить вот на это, потратьте на себя, на свою самооценку, купите красивое платье, я не знаю, там, поухаживайте как-то за собой, там, что там вам не хватает для соподнятия самооценки. И найдите себе мужика для того, чтобы переспать в вашем городе, вам не надо ни алиби придумать, ни прикрываться ребенком, что вы опять на море повезли, ничего вот этого не надо. Вот, это очень выгодное вложение в себя, и там, не знаю, платье, прическа, одежда, еще что-то, самооценка выше, и ехать никуда не надо, это комфортно и удобно. Получаю, результат точно такой же, но вас тянут чувства, эмоции, любовь, вот это вот все. Вот это вот все у вас есть, потому что он далеко недоступен, про него вообще о чем тут говорить, мне кажется, все очень понятно, вы втюхались по уши, влюбились, и сейчас занимаетесь самопоеданием, разрушением своей жизни, страданиями своими. Если вам хочется пострадать, я вам сразу говорю, никакого результата, ничего хорошего из этого не будет, вы, скорее всего, разочаруетесь, вам еще по матросе-то бросят, но в лучшем случае он вам будет давать надежду, типа, на отношения просто по интернету, переписке и так далее. Я вам скажу, что вы получите, продолжая это общение, еще и более низкую самооценку, чувство вины адское, потому что они все съезжают с отношений через ваше чувство вины, ты плохая, с мужем живешь, ты такая осика, он весь, конечно, белый и пушистый. Потом он попросит денег, скорее всего, или попросит его принять, он к тебе в гости, приедет на зиму, или еще денег у него постоянно нет, оплатите ему билеты, в любом случае какие-то финансовые траты будут, либо на себя к нему ехать, либо ему на билеты, или еще что-то. То есть здесь минус-минус. И с плюсом, что вы получаете, продолжая это общение, вот эти бабочки в животе, вот эти все эмоции, это будет не всегда. Это временно, и за это вы финансово деньгами будете платить. Поэтому не втюхивайте туда куда-то в неизвестности, в чувака какого-то вообще безыменного, в себя вложите в свою самооценку. Блин, вы эти бабки за поездку потратите на психолога, в конце концов. Разведитесь с мужем. Найдите новости человека. На мужа жизнь не закончилась. Потому что вам нужны эмоции. Вам просто пришло время завести любовника или расстаться с вашим мужем и вступить в отношения, которые бабочки в животе будут делать. Вам бабочки в животе нужны. А не надо так далеко искать. Можно и тут дома у себя найти. В том плане, я имею в виду, не склоняю вас к изменам или к разводу, или еще к чему-то. Я не про это. Это сигнал вам, что вам пришло время эмоционально менять что-то в своей жизни. Найти себя. Вам нужны эти эмоции, которые вот они внутри. Это внутренний потенциал. Вы к себе вообще не обращались ранее, свои желания не слышали. Вы их где-то подавляли. Или вообще, скорее всего, семьи от родителей вас всегда учили не слышать своих желаний или их вообще не существовало. Поэтому вы вышли замуж за человека, которому у вас таких эмоций нет. А я не говорю, чтобы был правильный, неправильный выбор вообще не оцениваю. У вас есть ребенок, у вас есть семья, какие-то финансовые блага вы нажили. Их классно, молодцы. Но пришло время либо решать что-то с мужем, либо, я имею в виду, с ним находить какой-то контакт. Почему? Потому что он тоже как бы настроен на то, чтобы эмоционально поменять ваше общение. Поговорите с ним в конце концов. Попробуйте. Сходите к семейному психологу на визит. Прям так можно запрос сделать. Мне скучно в этих отношениях. Мне нужны бабочки в животе. Все спокойно, понятно. Мы живем как соседи. Я так не хочу. Я живой человек, а не робот или там не ходячий труп. Мне нужны эмоции, хочу их переживать. Вынесите эту проблему, не замалчивайте ее. Этот чувак просто всколыхнул эту проблему. Что ваши внутренние переживания не знали, что это проблема существует. Теперь с ней познакомились, поздравляю. Решайте ее. Ну, пожалуйста, никуда там не ездить. Ну, такой бред. Это легкая пилюлька на время, куда вы впулите просто кучу бабла, кучу денег. Потом будете сопли на кулак наматывать, потому что все равно это закончится плохо. Не так, как вы хотите. И бабочки эти со временем тоже закончатся. Потратьте время и деньги более продуктивно для себя хотя бы, для своей семьи, в конце концов. Не надо мужу изменять и там предавать как-то. Хотя бы с ним эту тему сначала поднимите и пообщайтесь. Там вам сигнал типа, что в моей жизни происходит не так, раз у меня другой человек вызывает эти бабочки. В общем, окей. В комментариях пишите, что вы думаете по этому поводу, какие вы, может быть, дадите советы. Человек хотел просто мое мнение со стороны. Я сказала просто свое мнение, как я вижу эту ситуацию. Знаете, что я вам скажу напоследок автор письма? Вы вообще не одна такая. Таких большинство людей, большинство счастливых в браке понимают со временем, через 10, 15, 20 лет. Может, я не с тем человеком живу, у меня эмоции какие-то, куда наша жизнь, наша семья катится и так далее. Не упускайте этот момент, решите этот вопрос. У вас есть шанс и вообще не то, что шанс, у вас есть право быть счастливой. Будьте ею. Займитесь собой, своим психологическим здоровьем. Займитесь вообще собой, личностью своей самооценкой. Поменяйте свою жизнь и будьте счастливы. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе моя почта. Если вам нужна моя консультация психолога, пишите на почту. Тема письма консультация, я вам отвечу, договоримся. Спасибо за внимание. Всем пока.